Девушки отдыхают Ужасный вкус Кажется, вкус соленый А все это потому, что я подменил сахар на соль Это был величайший в мире розыгрыш Ладно, я проиграл Но это не величайший в мире розыгрыш точно Пап, а этот кетчуп, по-твоему, смешной? М-м-м, я проверю Но потом не забудь показать мне этот твой смешной розыгрыш По-моему, нормальный Зачем вы это сделали? Вы меня всего облили кетчупом Это и был розыгрыш Да, мы тебя облили, потому что это смешно Нет, не смешно Это смешно только когда это происходит с кем-то другим Как вы могли поступить так со своим родным отцом? Вы поступили некрасиво Вы должны это понимать Но ты не ругала его, когда он разыграл нас Вы же знаете, папу воспитывать поздно К моему возвращению вы оба должны извиниться перед ним Как ты думаешь, папа не будет страдать? Нет, он уже небось обо всем забыл Привет, детки Привет, папа А примерьте-ка эти прекрасные новые кроссовки Это розыгрыш, правда? Как? Что? Розыгрыш? Чтобы я вас разыгрывал? Нет Нет Пожалуйста, я хочу вернуть эти кроссовки К сожалению, сэр Вы, кажется, набили их печеными бобами Ничего подобного, сэр Если не возражаете, наденьте их, пройдитесь и докажите это Я не стану возражать, сэр Я тут подумал и решил, что я их, пожалуй, оставлю себе Я к ним довольно сильно привязался, сэр Добро пожаловать на курс розыгрыша для начинающих В ближайшие 30 минут 30 минут? Это два сэндвича Пончик и бочонок мороженого О, и еще надо взять сосиску на оставшиеся 19 секунд Мотаем на ус В следующий раз нужно будет взять еды и на обратный путь Шаг первый Заберись на крышу дома Шаг второй Сними с себя всю одежду Шаг третий Изобрази балерину, хлопая себя ладонями по лицу Дружище, я главам своим не верю Я балерина, я балерина, я балерина, я балерина, я балерина Шаг пятый Осознай, что тебя только что разыграли Шаг шестой Залезь в дом через дымовход вниз с головой Папочка, тебе эта водолазка очень идет На мне нет водолазки Да, это скорее жиролазка Ты уверен, что диета эффективна? Абсолютно Я чувствую прилив сил Я накопил много энергии Да, ты проспал 36 часов То есть практически я не ел целой день Странно, с тех пор, как я на диете Еда заканчивается быстро И я должен ежедневно покупать продукты Может, я делаю что-то не так Я понял Нужно заказывать доставку на дом Готово Давайте сходим за продуктами Но ты же заказал много еды Но пока ее доставят Я ведь должен чем-то питаться Процесс жевания требует больших затрат энергии На это уйдет вечность Папа, по-моему, диета неэффективна И мы с Дарвином поможем тебе с правильной диетой Да что вы знаете о диете? Есть интернет Нам не нужно ничего знать Мы худежественные руководители Твои тонкие ценители Кажется, он уже понял Если ты подходишь к вопросу серьезно Будь честен перед собой в отношении еды В доме есть еда, о которой мы не знаем? Пап! Я боюсь, это вас очень огорчит Это еще не так плохо Погоди минутку Ну все, мы запрем тебя там, где нет никакой еды Рыбий палец, прием Повторяю, рыбий палец, прием Здесь все тихо Повторяю, все тихо Ночной козел Ночной орел Стой, я слышу посторонний шум Похоже на Живание Что там происходит? Я не могу разобрать Ты что-нибудь видишь? У него бутерброд Повторяю, бутерброд Тебе придется туда зайти Дарвин, будь осторожна Папа Он ушел Не может быть Что-то обнаружил Ну и дела Бутерброд липовый Это ловушка Выходи в нигде Он сбежал Холодильник Как низко он пал Да, до этих полок у меня опускался Как очень проворный, когда дело касается еды Ты подумал о том же, что и я? Мы заставим его заняться спортом с помощью еды Прежде это не работало Ребята, наверное, вам не стоило распространяться об этом при мне Спокойно, у него короткая память Так что мы с вами обсуждали? Я же говорил Получается Но кажется, мы что-то забыли Вспомогательные колеса? Нет, мы уже выросли Синдрог и Красфейн? Синдрог и Красфейнка Дай всем, дай своему зарядку. Будет всё у тебя в порядке. Новый путь, святой, зелёный свет. Ура! Уху! Привезти папу в форму можно только с помощью монтажа. Да, и это заняло у нас даже меньше минуты. Музыка такая назойливая. Она всё ещё звучит у меня в голове. У меня? А, он всё ещё монтажирует. Уверен, скоро ему это надоест. Ура! Летающий суперниндзя в атаку! Это народная дружина, вы арестованы. Как? За что? Вы мусорите. Я не мусорю, я бросаю мусор в мусорный бак. Но это мой мусорный бак. Я знал, что это вы забиваете его мусором. Я потратил неделю, но поймал вас за руку. Погодите, вы прятали здесь целую неделю? Я пенсионер, тратить своё время, как хочу. Оставьте в покое мой мусорный бак, он мой. Но он пустой. Воздух внутри него не может. Нет, он может. Невозможно владеть пустотой. Я владею крышкой от пустоты, она будет закрыта. Уф. О, решили напугать меня очками, пиджачком и галстучком. Не смейтесь. Эй, не толкайтесь. Буду толкаться, сколько хочу. И в полиции сказали, что я должен носить эту штуку. Шесть недель мне нельзя покидать свой дом, иначе... Она подаст сигнал тревоги и меня... Посадят в тюрьму. И всё это по его вине. Папа, объясни всё это ещё раз внятно и разборчиво. Я бы объяснил, но я думаю о том, как... Как его отомстить? Хм, я понял, что происходит. Мальчики, я прошу вас пробраться в дом мистера Робенсона. Это проделка, которой я научился ещё в колледже. В колледже? Ну хорошо, в школе. Сделайте, как я сказал. Выходить. Дарвин, она ушла? Да, можно выходить. Ладно, поехали. Так, теперь нам нужно найти масло. Почему у пенсионеров сплошные консервы? Консервированная пицца и йогурт и даже вода? Просто найди масло в консервах и покончим с этим. Знаешь что? Я тут подумал, что мы поступаем не очень-то хорошо. Но мы не можем наслужиться папу. Он велел намазать маслом все поверхности в доме. Вот что, пойдём на компромисс. Намажем маслом всего одну поверхность. Маргарет, у нас закончилась консервированная зубная паста. С другой стороны, наверное, не следовало намазывать маслом пол. Я чувствую себя виноватым. Мы укатали прекрасного винтажного джентльмена. В буквальном смысле в сосиску. Мы должны искупить свою вину. Скажем мистеру Робинсону, что поможем ему сравнять счёт. Мы поступили так, потому что не хотели лишиться бесконечной любви своего отца. При обычных обстоятельствах я бы так рассердился, что у вас бы все внутренности скукожились. Но я думаю, я вас прощу. Отлично. А то я так долго рыдал, что из организма ушла вся жидкость. Я не договорил. Я вас прощу. Но сначала вы кое-что сделаете для меня. Эй! Это же не вода! Я тут купаюсь в плавленом сыре! Я мечтал об этом целых 20 лет. Я чувствую себя виноватым. Мы предали родного отца. Трудно сказать. У него вполне счастливый вид. Что? Нет! А, началось! Робинсон украл весь мой сыр! Наверняка он это сделал, пока я принимал сырную ванну. Но как он обманул датчик? Ладно, ребята, план таков. Держите меня за ногу. Не тяни свои мерзкие лапы к моему сыру, а то я залапаю тебе лобовое стекло! Не могу удержать! И молодышка слишком велика для моих рук! За станы хватай! Уатерсон, что непонятного в словах домашний арест? Наверное, слово арест. Формально я нахожусь в своем доме. Если еще раз покинете дом, мы найдем вас через 15 минут и посадим в тюрьму. Приглядите за папой, детки. Не беспокойтесь, сэр. Это была глупая соседская междоусобица. Теперь они сравняли счет, и мистер Робинсон не станет ему мстить. Моя машина! Субтитры создавал DimaTorzok